Шалом. Писание велит нам ревновать о духовных вещах, о дарах Духа, то есть настойчиво добиваться их присутствия и действия в нашей жизни. Так что я молюсь на иных языках, когда это никому не мешает, возлагаю руки на больных с молитвой о сверхъестественном исцелении, изредка пророчествую и за все это очень благодарен как Господу Богу, так и тем пятидесятникам и харизматам, которые в свое время познакомили меня с миром даров духовных, даров Святого Духа. Однако среди этих людей я видел также немало примеров несбалансированного отношения к духовным вещам. В этот момент, конечно, кто-то может возразить, ну и что? Идеального баланса в жизни не бывает, а вот перфекционизм, брат, это проблема. Верно. Тем более, что обычно норма это не струна над пропастью, а коридор, по которому можно идти. Но, по-моему, тут важно все равно понимать две вещи. Во-первых, важно понимать ширину этого коридора, то есть пределы допустимого, а во-вторых, серьезность последствий выхода за эти пределы. И по своему личному опыту я знаю, что дисбаланс в обращении с дарами Духа может приводить к неприятным последствиям. Первая ловушка, о которой я хотел бы сказать, это наше отношение к физическим проявлением действия Святого Духа. Конечно, когда мы читаем Евангелие, мы видим, что когда Ишуй изгонял бесов из людей силой Святого Духа, они в некоторых случаях выходили с криком, бесы выходили из людей с криком. Самих людей при этом трясло. Когда Святой Дух сошел на учеников в верхней горнице в праздник Шевуот, в день Пятидесятницы, то они заговорили на иных языках, на языках которых они не учили и сами не понимали. Это были, тем не менее, обычные человеческие языки, понятные другим людям. Когда Петр увидел видение на крыше дома, он был в трансе. Так что действие силы Божьей в человеке может сопровождаться как измененными состояниями сознания, так и необычными физическими проявлениями. И в истории современного пятидесятнического и харизматического движений зафиксированы самые разные случаи такого рода. Но у меня есть здесь пара вопросов. Во-первых, всегда ли Святой Дух действует вот таким зрелищным образом? Или же иногда его действие в нас ничем особенным не сопровождается? Конечно же, сплошь и рядом Бог совершает свою работу в нас совершенно незаметно даже для нас самих, не говоря уже о других людях. Очень часто бывает, что только по прошествии какого-то времени, оглядываясь назад и вспоминая какую-то ситуацию, до тебя доходит, что ведь эти же слова подсказал мне Господь, что это же не моя собственная идея в этот момент была мной озвучена. Хотя ощущение было такое, что вот какая у меня гениальная мысль в голове родилась. Или какие подходящие слова я говорю, и как будто это мои слова. Бывает такое ощущение, бывает, что понимаешь, оглядываясь назад, что это были не просто мои усилия, благодаря которым был достигнут какой-то результат, а Божья рука была на мне, и хороший результат объясняется именно нашим сотрудничеством, моим сотрудничеством с Богом, а не моей собственной мудростью. И так далее. Во-вторых, любое ли необычное состояние сознания или физическое проявление необычное однозначно указывает на присутствие и на действие Святого Духа. Отнюдь нет. Мы знаем из Писания, что Сатана, и не только из Писания, а из опыта, что Сатана принимает вид Ангела Света и творит поддельные чудеса и ложные знамения, что египетские волхвы, если уже говорить о примерах из Писания, до определенного момента с успехом имитировали все чудеса Божьи, которые творились руками Моисея. Но почему я об этом говорю? Очень просто. Если мы думаем, что Бог есть только там, где есть, так сказать, экшен, движуха, то есть какие-то зрелищные или необычные, динамичные проявления, то мы ошибаемся. То есть если отождествлять действие Божьего Духа с падением человека на пол, или с каким-то смехом, или с подергиванием тела, очень быстро, скорее всего, произойдут две вещи. Первое. Вместо самого Бога мы будем искать духовных приключений и переживаний. Если вдруг мы перестанем их находить, нам будет очень неуютно. Нам покажется, что Бог оставил нас. Мы захотим снова почувствовать те самые мурашки, вместо того, чтобы жить не мурашками, а верой. И вот в этой связи, кстати, нужно упомянуть покойного отца так называемого движения веры, Кеннета Хейгена-старшего, который говаривал, что мы ищем зрелищное, и поэтому не замечаем сверхъестественное. То есть мы ищем мурашек и упускаем из виду Бога и его дела. Вторая вещь, которая может произойти, гораздо более неприятная. Если мы не остановимся в какой-то момент в этих поисках, а продолжим доискиваться мурашек, то рано или поздно мы их найдем, но без всяких гарантий их подлинности. Другими словами, мы сильно рискуем нарваться на демоническую подделку и причинить вред как себе, так и тем людям, на которых мы влияем. Если мы хотим мурашек, то есть каких-то особых проявлений, бурных эмоций, то это одно. Их можно вызвать самыми разными способами, не имеющими к Святому Духу ни малейшего отношения. Например, если очень хочется увидеть видение, просто поешь на ночь поплотнее. Тебе приснится такое, что апостолы останутся далеко позади с их видениями. А вот если мы хотим жить с Богом, причем не от переживания до переживания, а просто изо дня в день, то это совсем другое. И он сплошь и рядом, Господь, Бог, на мой взгляд, и по моему опыту, и не только по моему, сплошь и рядом, он обходится без каких бы то ни было особых проявлений, на которые можно было бы указать пальцем и сказать «Вот оно, действие Святого Духа». Спасибо. Жалом. Субтитры подогнал «Симон»